В театре-театре пьяные, в Тюзе обновлённый старший сын, в Доме актёра фестиваль. Здравствуйте! Это программа «Культурный слой», я Нин Соловей. Расскажу о самых ярких театральных событиях октября. Уже сегодня вечером в Пермском Доме актёра будут объявлены результаты 4-го Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Монофест». Сама конкурсная программа включила в себя 9 спектаклей для одного актёра. В афише монооперы, постановка для кукольного театра, драматические спектакли. Кто станет лучшим, определит жюри. А вы ещё успеваете сегодня попасть на два показа. Один из них начнётся в 11 утра в Театре кукол. Этот спектакль «Говорит Ленинград» по воспоминаниям и стихам Ольги Бергольц. Второй музыкальный моноспектакль «Клавдия Шульженко. О жизни и любви» начнётся в 13 часов в Доме актёра. Много есть моноспектаклей о судьбе Эдит Пиаф. А вот постановку о звезде российской советской эстрады в театре покажут впервые. В октябре в репертуар Театра юного зрителя возвращается спектакль «Предместие», в основе которого комедия Александра Вампилова «Старший сын». Это одна из самых репертуарных, любимых зрителями лиричных и тонких пьес отечественной драматургии. В главных ролях Бусыгина, Сильвы, Васеньки зрители увидят молодое поколение артистов Тюза. «Пьяные» спектакль под таким названием появится в этом месяце в афише «Театра театра». Уже в эту пятницу состоится первый показ одноимённой драмы Ивана Ворыпаева. В работу над новым спектаклем привлечён один из самых известных современных композиторов Сергей Невский. Автор сценографии и режиссёр, востребованный постановщик России, многократный лауреат самых престижных театральных премий Марат Гацалов. Действие пьесы «Пьяные» происходит ночью на улице, где встречаются герои. Все они изрядно выпили, кто на мальчишнике, кто в одиночку, кто в дружеской компании, кто с коллегами отмечал какое-то событие. Но то, что все персонажи находятся в состоянии алкогольного опьянения, не самое значимое обстоятельство этой пьесы. Оно лишь позволяет героям быть свободнее в выражении своих потаённых мыслей и чувств. Все они, находясь на разных ступенях социальной лестницы, говорят об одном – о своей душе, о невероятном желании жить в любви. Драматург Иван Вырыпаев отмечает, что сегодня для него интерес к пьесе со стороны столь значимого для российской сцены режиссёра Марата Гацалова – большая честь. И не без иронии поясняет то, почему своих персонажей, рассуждающих о Боге и любви, он изобразил сильно выпившими. «Пьяных» я писал для большой сцены Дюссельдорфского театра. Вспоминает Иван Вырыпаев. Это большая сцена, и мне нужно было оправдать, почему люди так громко говорят. Я подумал, что люди могут говорить громко только потому, что они пьяные. Пьяный говорит громко, напористо, потому что хочет быть услышанным и понятым. При всей поначалу кажущейся неоднозначности материала, пьеса «Пьяные» сегодня в России одна из самых популярных. Достаточно вспомнить спектакль Андрея Могучева в БДТ. Эта постановка принесла театру «Две золотые маски» и лауреатство премии «Театрал». Огромным зрительским успехом пользуется сегодня спектакль «Пьяные» Виктора Рыжакова в МХТ имени Чехова. Версию Пермского театра-театра в октябре можно будет увидеть 6, 7, 8, 27 и 28 октября. Живите интересно и будьте в курсе театральных событий нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok